Доброченный марафон «Наши дети» в эти дни дырать маленьким меньшанам атмосферу саправдной новогодней казки. Концерты, представления, квесты для школьников и самых маленьких сотни мероприемств. Так, сегодня подарунки веншавания с голодным зимовым святом отримали в учени столичной 14-й школы «Гэты дети с порушением слыху». И они же поделились о своей творчестве и показали спектакль «Руслана и Людмила». Премьеру бачила Александра Кавелич. Гэтыга дня в учени 14-й школы для детей с порушением слыху чакали опошние некольки месяцев. Разом шили костюмы, рыхтовали творчие номеры, каб напередать не нового года, не только отримать подарунки, але и поделиться своей творчостью с гостями. И хоть почуть кожную ноту в учням складана, премьера, музычная казка «Руслана и Людмила» безумовно пройшла с поиспехом. Это оставило просто неизгладимое впечатление в душе. Оно не могло просто-напросто оставить равнодушным любого, кто здесь был. Взрослее мы понимаем, что это чудо, эта сказка рождается нашими делами. И сегодня у каждого взрослого есть возможность подарить частичку своего тепла, любви, заботы. Такие праздники помогают нашим ребятам раскрыться. Они... кто-то шьет костюмы, кто-то готовит выступления, кто-то учит стихотворения, кто-то просто пытается нарисовать рисунок или написать письмо Деду Морозу. У якости першого гонорару гэтые актеры отримали солодкие подарунки и книги, особисто от Деда Мороза. Отказная роль галунага новогоднего чаровника сегодня досталась девятикласснику Паулу Реуту. Сегодня у нас великое святое, я, примеру, роль у Деда Морозу, как подарить радость своим одноклассникам, батькам и наставникам. Увугули Новый год особливое святое для меня. Это радость, гульний шмат станутших эмоций. Новогоднюю казку створили у семей допоможной школе-интернате Минска. Там живут и учатся дети с особливостями развития. Цвяточный концерт для их подрихтовали ровесники, учни 12-й гимназии. А корыстные гостинцы привезли поважанные гостями. Навито такие сустречи для выхованцев этой школы – самый каштоунный подарунок. Чем больше в доме гостей, тем праздник веселее, интереснее. Соответственно, больше подарков. Чем больше у этих детей общения с гостями, со сверстниками, тем больше у них становится кругозор и меняется мировосприятие. Сакральное событие, праздник, ёлка, подарки, начиная с самого раннего детства. Поэтому приехали сюда, к деткам, в школу-интернат номер 7, чтобы их поздравить от чистого сердца, сделать волшебный этот праздник вместе, конечно же, с Дедом Морозом, со Снегурочкой. Особливый клопот на передо дни Нового года отчувают тысячи маленьких жахаров. Тым, кому увага и тепло, потребны особливо. Только у столицы подчас акции «Наши дети» заплановано некольки сотни мероприемствов. Ось уже больше за 20 годов добраченный марафон «Наши дети» дорыть маленьким меньшанам саправдный новогодний цуд. Представлений, концерты, меньшаванни, гучать литерально без перепынку. А главное – долучиться до эстафеты добра и до помогчись дейснить жадані наших дятей. У гэты дні можа кожный неабыяковый человек. Александра Кавильовича, Дмитрий Гатила, агентство «Телі Новин».